Электроника Для стиральной машины Атлант Серию вы видите на экране перед вами Ссылку на схему оставлю в описании под видео Питание 5 вольт и 24 вольта Оно состоит из шим контроллера Viper 12 Обозначается на плате как IC101 Далее идут компоненты RP101, VR1 Сетевой выпрямитель DR101, KR101, KR102 Импульсный трансформатор LB101 Выпрямитель Состоит из диодов DD103, DD104 Конденсатор K101, K103 KR105, KR106 Усилитель TR101 Стабилитрон DZ101, диод DD102 Резистор R101, R102 DD101 Датчик температуры Контакт с него идет на контакт 8-9 разъема X3J3 И на 17-й контакт субмодуля Через RK-цепь на 10-ю ногу процессора TEN Реле KL04 Транзистор WT3 25-я нога процессора Пресостат Группа контактов N1 Уровень полный Сигнал идет на 3-й контакт соединителя J2-X2 И дальше идет на 19-й контакт субмодуля И на 4-ю ногу процессора Группа контактов OVF Это перелив Сигнал идет на 4-й контакт соединителя X2J2 И на 20-й контакт субмодуля И потом на 24-ю ногу процессора Уровень защиты датчика уровня воды Не под контроллер процессору Эта группа контактов формирует цепь питания TEN При уровне перелива сигнал с датчика поступает только на процессор Аварийное включение насоса в этом модуле не предусмотрено Клапана Симистор TC5-TC4 Резистор R16-R14 34-я и 35-я нога процессора Насос Симистор TC02 Резистор R20 Третья нога процессора Реле KL05 установлено не всегда Служит для включения дополнительного насоса К его линии также относится транзистор WT6 26-я нога процессора Замок Симистор TC3 Резистор R12-R11 5-я и 30-я нога процессора Таходатчик Транзистор WT8 19-я нога процессора Мотор Симистор TC01 Реле реверса KL01-KL02 Резистор R18-R19 Транзистор WT4-WT6-WT7 16-я, 18-я, 20-я и 23-я нога процессора Реле KL3 установлено не всегда Оно обеспечивает переход с низких оборотов на высокие и наоборот К его линии относятся транзистор WT5 и 17-я нога процессора Что еще можно сказать об этом модуле? На реле 2 можно увидеть наклейку Что она нам говорит? На ней содержится информация о модуле, а именно Версия программного обеспечения Дата, когда был выпущен модуль И так далее К этому модулю можно подключить 4 разновидности платы управления Версия 39.95 и 36.96 Они подключаются к разъему J4 или к разъему J5 Версия 39.97 и 39.98 На заводе производители этой платы используют разъем J5 для программирования Процессор, который используется в этом модуле имеет маркировку ST72F325J7T6 С его помощью происходит контроль над всеми узлами машины Маркировка памяти 24C02 Она нужна для того, чтобы хранить данные о конфигурации машины Поэтому при монтаже модуля в машину нужно, чтобы прошивка, которая записана на микросхему памяти соответствовала модели машины Также на модуле можно наблюдать субмодуль На нем установлены процессор, микросхема памяти и интегральная микросхема и остальные элементы В этом модуле есть места, куда можно установить элементы, но они там отсутствуют Это говорит о том, что этот модуль используют в других моделях машин И эти компоненты устанавливают в том случае, если есть для этого необходимость Перед тем, как лезть в электронику, убедитесь в том, что все узлы стиральной машины исправно работают И клеммы соединителей не имеют окислов и нагара И имеют надежное соединение Потому что именно это может быть причиной поломки Неисправности модуля и их ремонт Стиральная машина не включается Необходимо проверить все компоненты, относящиеся к источнику питания Мигают все индикаторы Необходимо проверить источник питания Такое бывает, если завышены или занижены значения выходных напряжений 5 В и 24 В Также проблема возможна в процессоре или памяти Наблюдается зависание Некорректная работа Ошибки F13 и F14 Эта проблема связана с прошивкой Решается перезаписью или заменой микросхемы памяти с уже записанной на нее прошивкой На этом я обзор этого модуля заканчиваю Всем спасибо за внимание Отдельное благодарно всем, кто поддержал канал лайком и комментариям Ну а я прощаюсь с вами ненадолго До встречи в новых роликах Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok